Сегодня в стране тяжелая ситуация с лекарственным обеспечением. Некоторых препаратов не хватает. Всероссийский союз пациентов уже обратился к президенту и правительству по данной проблеме. Чтобы также подключиться к решению этого вопроса, Сергей Миронов провел онлайн-встречу с представителями, которые защищают права пациентов. Одна из причин – это то, что некоторые из этих лекарств оказались в так называемом протоколе по лечению коронавируса. Но здесь же мы видим и ситуацию с маркировкой лекарств и многие другие проблемы. С прилавков исчезли препараты от первичных иммунодефицитов и антибиотики. Во многие регионы медикаменты вообще поступают с большим опозданием. Помимо этого, экспертов волнует процесс функционирования приказов и законов, которые уже существуют в здравоохранении. Мы знаем, что в октябре принято было постановление правительства, которое как раз призвано улучшить, скажем так, корректировать предельные цены по ЖМВЛП-препаратам. Соответственно, поскольку эта функция возложена на Росздравнадзор в соответствии с законодательством Российской Федерации, то, естественно, мы хотели бы, чтобы можно было принять меры на опережение. Политик, в свою очередь, рассказал о предложениях «Справедливой России», в частности, о маркировке лекарств, о создании комиссии по расшивке узких мест с лекарственным обеспечением и других инициативах. Мы хотим сделать для жидко-необходимых лекарств, не для всех лекарств, а вот именно когда по показаниям, что без этого лекарства человек просто может умереть, и он должен поддерживать постоянно. Так вот, если он тратит более 10% своих доходов на лекарства, то государство обязано компенсировать. Эксперты поддержали парламентария, а также решили продолжить совместные консультации и обмен идеями для работы над законопроектами по лекарственному обеспечению граждан.